Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорога на Харанур тяжелая, что летом, что зимой Дорога на Харанур В начале двухтысячных мы три раза пытались пройти на Харанур Тогда мы еще ходили на Буранах Один год приехали Посмотрели Снег маленький совсем Но, в общем, развернулись и уехали На следующий год приехали Решили идти Ну, в общем-то, была хорошая команда Снег был тоже небольшой Короче, по этой лавине Трахались мы В прямом смысле этого слова Так и не смогли пройти Буксовали Рвали бураны Гусеницы Проваливались Проваливались В щели Развернулись Не прошли На третий год приехали Снег выпало побольше Пошли И мы уже дошли до середины пути У нас на одном буране Лопнула цепь в редукторе Так что пришлось Вернуться Привезти цепь Ремонтировать буран Потеряли время И тоже не дошли А не дойти за подло Ведь Ну, мы же шли Мы же хотели Нам надо дойти Если мы поставили цель Три года Три сезона Три зимы подряд собирались Пытались точнее Но не дошли Так что Не покорялся нам Харанур Но мы не оставили эту затею Попасть на озеро Харанур Попасть зимой Попасть на снегоходах Порыбачить И пробить эту дорогу У меня друг Как-то туда ходил Сделали радиальный маршрут Так у него Резиновые сапоги Стали плоскими Пришел без каблуков Ну, вот такие там камни Из озера Харанур Вытекает река Жамбалок Жамбалок Течет по И через лаву Местами река теряется Это даже летом Потом опять появляется На поверхность Потом опять теряется Сама долина Жамбалока Представляет из себя От горы до горы Лавовый поток То есть Когда было извержение Вауканов Вот эта лава Так и шла По долине реки И, собственно говоря Это тоже была Лавовая река Которая застыла И в таком состоянии Сейчас находится Нам доводилось бывать На Харануре летом Это большое озеро Но километров, наверное, 10-12 длиной Сложной формы Такой Т-образной В это озеро Впадают Три приличных Речки И много Ручьев И ключей Так вот Озеро стоит Наполненное И прямо Это большое Огромное Озеро А зимой Все оказалось Совсем иначе Лед упал Упал очень серьезно Он, наверное, упал Метра на 3-4 А кочегарка рядом Совсем По берегам видно Когда был ледостав Каков был уровень озера Вот этот лавовый поток Который преградил Путь Жамбалоку Он и является Запрудой Плотиной Когда начинается Лето Обильное Таяние снегов А снег Очень большой И высокий Ухаранури В окрестностях Да и вообще На гольцах Это большой Саян Озеро Наполняется И становится Полноводным А зимой Вода Процеживается Через это сито Через этот Лавовый поток Уходит Куда-то Под землю Уровень Озера Падает И оно Разделяется На два Озера Верхнее И нижнее В моем Представлении Верхнее Озеро Это есть то озеро Которое было Всегда Большинство Рек В Саянах Начинается Именно Из озер А вот Нижнее озеро Это озеро Ну если так Можно выразиться Искусственное Озеро Которое Появилось В результате Вот этого Лавового Потока В Харануре Есть Три вида Рыбы Это Хариус Налим И такая Небольшая Рыбка Типа Гальяна Мы Опускали Камеру Ее Достаточно Много Мы Это Видели Мне раньше Думалось Как сохранилась Рыба В Харануре Ну вот Казалось бы Вот этот Огненный Лавовый Поток Тек По Долине Жамбалока Он Выжигал Все На своем Пути Сама Река То Испарилась Какая Там Рыба А теперь Думаю Рыба Сохранилась В Верхнем Озере Которая Оказалась Вне Зоны Действия Лавы И думается Что Извержение Ну это Мои домыслы Если позволите Извержение Было Летом Потому что Во всех Горных Реках Саян Рыба На зиму Спускается Вниз Уходит В большие Реки Так вот Если бы Это дело Случилось Зимой То Рыбы Просто Не было В жамбалоке Это Факт Она Бы Спустилась А если Она Сохранилась Логика Понятна Значит Дело Было По лету И Впоследствии Рыба Приспособилась К озерным Условием Интересно Интересно Маленько Подчистите Лунку Котальник Честно сказать Зимой Нынешнего Года 2018 Я думал Что нам Не удастся Туда Пройти Потому что Я справлялся Снегу Немного А опыт Предыдущих Попыток Говорил О том Что эта затея Безнадежная Вот тут флаг Сработал Ну глядишь Может покрупнее Тут сидит Давай пробуем Однако Мой друг Ожогин Андрей Васильевич Оказался Настойчивый Расспросил Меня О дороге Я познакомил Его Со своим Другом Доржеевым Ренчин Немой Который Местный Который Прекрасно Знает Там все И который В прошлом Году На Буранах Уже Ходил В долину Жамбалока Андрей Собрал Хорошую Команду Таких Опытных Снегоходчиков И они Пошли Ну а мы Схлюзили Мы остались Дома Мы думали Пойдем Куда-нибудь В другое место А здесь Поглубже Дай-ка Вот это Хороший Вот это Парень Дай-ка Поближе Поближе Во всей красе Пока он Зеленый Такой Черный Ну все Пока Есть да Так вот Ребята Дошли Парням Это удалось Они молодцы Я их уважаю Они первые Они проталили Дорогу До Харанура Им это удалось Благодаря Проводнику Опытному Таежнику Охотнику Доржееву Ренчин Неме Он вел их Знал Куда вел Знал Как идти В отличие от наших Неудачных попыток Ренчин Нема Выбрал Другой путь Он решил Зайти Через Сенцу То есть Из долины Одной реки Через перевал Перевалили В Жамбалок Оказались Где-то Уже В середине Пути Сразу То есть Всю эту Коросту Которую Внизу Они обошли Потом Ренчин Нема Вывел их На лед Сколько мог Вел по льду Потом Они опять Вышли К гольцу И под самой Подошвой Горы Протиснулись Буквально Прошли На Харанур Давай Как там, Дима? Там идти Ну, по моим подсчетам 47 километров Такой тяжелой Тяжелой Дороги Так вот Парни Потратили Три дня Чтобы преодолеть 47 километров Общее расстояние Которое Они от машин Прошли Это 57 километров То есть 47 километров Примерно По 15 километров В день Они всего Проходили Я представляю Как никто Другой Они выбирали Оптимальный Путь Когда шли По Жамбалоку Лед По реке Весь Упал И были Пустоледи Что в общем-то Опасно Потому что Подо льдом Лед Просто висит Над пустотами Можно так Упаковаться Что И снегоходы Травмировать Да и себя Тоже На лимах Вытащили Наша Ночная Рыбалка С утра Хорейсков Попытаемся Ловить Маленький На наживку Сам а то Это готовый Налим Но самым первым На Харануре Был Терещенко Николай Васильевич С друзьями Они Пришли На Харанур Еще в далеком 2001 году На Буранах Они пришли С Запада Пришли С Тулуна А наши ребята Пришли С Востока У каждого Свой путь На Харануре Субтитры 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 Смылся Подожди Подожди Покажи мне На Человице Вот на этом На нижнем Не на этом Стой 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 Вот на этом Не это тоже Я считаю Что Этот поход На Харанур И рыбалка На этот раз Были Очень удачными Такими Приятными Ну и прежде всего Наверное Из-за Компаньонов Но Валера Понятно Я с ним Во все походы Хожу Без него Короче Я уже Никуда не хожу Лучше так сказать С Валерой Можно Хоть в огонь Хоть в воду Хоть куда Парень проверенный Надежный В общем С ним можно идти Как на себя Надеяться Дмитрий Иннокентич Свой парень Он Из потомственных Охотников Он знает Понимает Тайгу Подрывается На всякую работу Сам по себе Очень сильный Вы наверное Заметили Большой мужик Ну и Дима Сейчас В общем-то Известный Доктор В областном Онкологическом Диспансере Работает В общем-то Не зазнавшийся Не зажравшийся Доктор И приятный человек Как дела Дмитрий Иннокентич Тихонечко Царапают Хорошие Мелких нету Ну хорошо Ну-ка покажи Ах ты Сгуэр Оттаивай Ага Понятно Она когда мерзает Он ее не хочет Не могу заснять Не заснять Эту красоту Знаешь Вот эта ловчая Которая Она у меня была Давай я ее Давай снимаем Нет Она вчера ловилась Но она сломалась у меня Ах ты елки Надо такую же подобрать Все понял О Исключительно Давай еще Знаешь Попробуй вот эту Интересно Белым хвостиком Ага Че еще Вон там темную Вот эта Вот эта Вот эта Это она сломана Видишь Да рядом рядом Вот С красной головкой Вот эта Вот эта Вот эта Вот эта Вот эта Вот Черная Вот черная Эксклюзив Надеюсь Ну все Спасибо Светлый Встал О Видел? Какого-то Вот это Высокогорный Кальян Надо это Светлой 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 Флаг стоит, знаменосец подо льдом. Вот какого мы поймали. Вот какого мы поймали. Палатка, которая даст фору иному зимовью. Отличная палатка, хорошая печка. Другой раз приходится ночевать в дырявых зимовьях щели между бревнами. Печка, которая дымит. Ну, в общем, не ночлег, а одно ерзание. А тут светло. Если лед, то можно вытянуться во весь рост. Точно так же во весь рост стоять в палатке. Есть место, где можно просушить одежду, что немаловажно. У меня есть палатки самошитые, но эта палатка намного лучше. В общем, хорошая вещь. И совсем это никакая не реклама. Хорошую вещь не грех и похвалить. Хигаши, Юрта ПРО. Светло, сыто, хорошо. Поступило предложение соленого хариза попробовать. Давайте попробуем. Ну как? Ммм. Нормально, просолила. Замечательно. И соли как раз. Она лучше просолила. Ну, и я сейчас займусь. Она такая, не сильно мороженая, не сильно мягкая. Не жесткая. Не мягко не сломается. Ну ладно. Не, вес не надо. И так весу много. С горы домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok